Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гиммельфар. И сегодня у нас в гостях человек, который в представлении не нуждается. Это уникальный журналист, военный аналитик, военный обозреватель Сергей Аусландер. Добрый день, Сергей! Да, здравствуйте, Юрий. Сергей, у меня к вам только один вопрос, касающийся продолжающегося ныне рейда Русского добровольческого корпуса Легиона Свобода России и Сибирского батальона в Белгородскую область. Я также напомню, что параллельно с этим уже практически половина Черноморского флота Российской Федерации отправилась к армии Камбалу. 12% – это официальные данные – нефтеперерабатывающих заводов, выведенные из строя в России, а рейд продолжается. У меня вопрос, состоящий из трех слов. Насколько это серьезно, с вашей точки зрения? И насколько, разумеется, это будет иметь далеко идущие последствия? Ну, я бы отнес эти рейды на территорию вот этих сопредельных российских областей к так называемым беспокоящим действиям. То есть вот эти добровольческие формирования проникают туда, наносят там какие-то удары по российским военным, по их местам расположения и так далее, вступают с ними в боестолкновения, после чего, собственно, отходят на сопредельную территорию. Но тоже это не носит уже характер, в общем, как бы это сказать, таких диверсионных акций. Это уже скорее такие общевойсковые действия, потому что там используются и танки, и артиллерия, и беспилотники, и все на свете. Насколько это эффективно, пока трудно сказать, потому что на делах на земле, на фронте это не отражается особо. Российское командование не будет снимать с фронта части, как мне представляется, для того, чтобы перебросить их в Белгородскую область, разве что они там, не знаю, захватят Белгород, например. И то не факт. Потому что Россия в этом смысле страна такая очень, как бы это выразится, столицецентричная. То есть там то, что происходит в Москве, в пределах, условно, Садового кольца, но максимум Московской кольцевой автодороги, что происходит в Белгороде, никого в Москве не волнует. Так же, как никого не волнует Новосибирске, или в Хабаровске, или, я не знаю, там еще что-нибудь, в каких-нибудь таких дальних городах. Там горизонтальные связи между людьми, между общинами, в обществе, они уже давным-давно разорваны, и каждый живет там сам по себе и выживает сам по себе. И поэтому, что там происходит в Белгороде, или в Воронеже, или в том же Брянске, это никого не волнует абсолютно. Поэтому эффективность пока трудно оценить, насколько она вообще есть. Понятно, что любой удар по агрессору, это всегда хорошо. Это во-первых. Во-вторых, сама идея переноса войны на территорию агрессора, которую всегда исповедовал Израиль, например, в своих войнах, она тоже такая очень здравая концепция. То есть как только начинается война, надо сразу стремиться к тому, чтобы боевые действия перенести на территорию противника, чтобы его города разрушались, его инфраструктура страдала, его граждане и военные погибали и так далее и тому подобное. Пока у украинцев масштабно это сделать не получается. Там идет российское наступление, пока по-прежнему они отбиваются по всей линии фронта, но при этом находят в себе силы. Кроме этого, это осложнит в случае чего россиянам формирование наступательной группировки для атаки, например, на Харьков. Потому что много сейчас говорят о том, что вот есть угроза наступления на Харьков. Но, как мне видится, из района условно вот этой дуги Купинско-Лиманской это наступление пока невозможно. Максимум, что там могут добиться россияне, как я себе это вижу, это вытеснить украинские войска на правый берег реки Оскол и ликвидировать плацдарм и ВСУ на левом берегу. Но дальше перед ними окажется все та же водная преграда. Причем там перепад по высоте, правый берег выше, левый ниже. И, в общем, возникнет та же ситуация, что в свое время была там в южном течении Днепра, в районе Херсон, когда они оказались на низине левого берега под обстрелом с правого берега и так далее. То есть это будет проблематично. Вопрос, насколько там украинцам хватит сил все это удерживать, но, опять же, тут пока сложно это все дело прогнозировать. Так что в этом смысле действия эти, они, наверное, нужны, но насколько они эффективны, пока понять сложно, потому что я не очень понимаю их цели и полагания, для чего это делается. С точки зрения беспокоящих действий, да, работает. С точки зрения переноса войны хотя бы какой-то на территорию России тоже работает. А в остальном я пока оценить не могу. А 300 тысяч уже заявленных Шойгу-Чмобиков, они смогут как-то оказать влияние на события на Украинском фронте? Ну, масса давит. Мы это убедились на примере этой войны. Масса давит. Мясные штурмы, вот эти безумные бонзай-атаки, да, это все давит, учитывая тем более большие проблемы ВСУ сейчас с боеприпасами, особенно с артиллерийскими снарядами. В этом смысле да. Но опять же, вот если набрать просто тупо 300 тысяч человек, не обученных, там, кое-как одеть, обуть, там, дать им автоматы и послать их в бой, это лишь резко увеличит число потерь, но и украинских, естественно, тоже, потому что 300 тысяч автоматов, они стреляют, тут ничего с этим не поделаешь, но вряд ли это способно привести к каким-то кардинальным изменениям, потому что я пока не очень понимаю, как они будут формировать из них боеспособные соединения. По идее, 300 тысяч человек, это нужно, ну, там, сколько, на 10-15 человек нужно один офицер, да, то есть это нужно, я не знаю, там, несколько тысяч офицеров и сержантов нужно подготовленных. Их нужно хоть чему-то обучить, хоть какому-то взаимодействию, там, взаимодействию с техникой, не знаю, и так далее, и тому подобное. И как они это все будут делать, и где они возьмут столько техники, пока, вот, я, честно говоря, не очень это все просматривается, пока же, вот, вся вот эта история и с мобилизацией, и с вот этой вот, ну, призывом на, ну, типа, как сказать, вот этим заманиванием, да, в ряды вооруженных сил, зэки и так далее, это все идет на пополнение потерь. То есть это все с колес идет на фронт и сжигается вот в этих безумных штурмах, атаках и так далее. Плоды это приносит, действительно давят, действительно, вот, оттесняют украинские войска, но от такого устойчивого, серьезного прорыва, даже оперативного успеха, оперативный успех – это продвижение вглубь территории противника, там, примерно на дистанцию до 100 километров, им достичь нигде не удается, в принципе. То есть фронт, как бы, прогибается, но фронт устойчив. Насколько это все дальше пойдет, трудно сказать, это будет очень сильно зависеть от того, как украинцы будут набирать людей в армию, с этим там тоже есть проблемы, безусловно, как им будет поступать западная помощь, снаряды, там, техника и так далее, и от того, насколько вообще будут обучены. Вот если сейчас 300 тысяч появится в российской армии, вдруг откуда не возьмись, да, сейчас у нас там, условно, 1 апреля, да, практически, ну, уже начало апреля, значит, апрель-май, ну, два месяца как минимум, то есть к началу июня они бы только были плюс-минус там, ну, скорее минус, чем плюс, готовы, но я как-то тоже не очень не вижу пока у них появления такого количества людей. Я, опять же, вернусь к тому, что я говорил, относительно Белгородской области, по идее, успешное наступление на Харьков возможно только оттуда, то есть от вот этой Купинско-Лиманской дуги, это им там еще как пешком до луны примерно до этого Харькова, поэтому, ну, а как вот я читаю, всякие сводки там украинского генштаба, украинской разведки, они пишут, что признаков формирования наступательных группировок пока не наблюдаем. Тоже 300 тысяч человек не развернешь для того, ну, как бы незаметно, это невозможно, просто нереально совершенно, их сосредоточение будет заметно, поэтому посмотрим, как это все будет развиваться. Понимаете, тут дело вот в чем, ну, наступление на Харьков, у меня определенное к этому отношение, дело в том, что мой двоюродный дедушка, брат моей бабушки, он пропал в первом котле под Харьковом, там котел был страшный, а котлов было два. Вот не кажется ли вам, что сейчас это уже какой-то мистический город для российской армии, может ли это повториться? Я далек от мистики, но это уже слово Харьков для советской армии, а теперь для российской армии, оно может стать нехорошим. Ну, все может быть, но я тоже пока не вижу возможности для ВСУ создать какой-то вот такой стратегический котел, да, это нужно очень много сил для этого иметь. У них пока таких сил нет, насколько я понимаю. Пока вот сил хватает на то, чтобы вот более-менее сдерживать продвижение российских войск и не давать им осуществлять быстрое продвижение. То есть пятятся, но линию фронта держат. Для того, чтобы в котел заключить, условно, там, хотя бы 100 тысяч человек, нужно как минимум в полтора-два раза больше, вот, чтобы создать там два кольца окружения и так далее. Ну, это еще из опыта, там, Второй мировой войны известно, да, и поэтому я пока вот этого вот тоже, честно говоря, не вижу. Вероятнее всего, если какое-то там наступление произойдет, то украинцам придется обороняться. Украинская армия сейчас вот второй раз за войну проводит стратегическую оборонительную операцию. Ну, и тогда в заключение у меня вопрос. А как вы объясняете тем, что Украине дают оружие ровно столько, чтобы она худо-бедно держала оборону? Ленд-Лиз, я напомню, закон о Ленд-Лизе был подписан президентом США Джонсфом Байденом 9 мая 2022 года, причем той самой второчкой, которую держал в руках предписание Ленд-Лиза Франклин-Даланно Рузвельт, ВОЗ и ныне там. Оружие дается в час по чайной ложке, вот тик в тик. Как вы это объясняете? Зачем, как говорится, ну нельзя быть немножечко беременной, или вы давайте оружие, или вы не давайте оружие. Зачем это делается? Ну, я это объясняю следующим образом. На Западе есть две партии. Партия войны и партия мира, условно. Ну, опять же, партия мира, она не за мир с Россией. Она за то, чтобы втянуть Россию в длительный, тяжелый, истощающий конфликт, истощить ее настолько, что она перестанет быть таким особым субъектом мировой политики, перестанет представлять угрозу для Запада, и вот поддерживать этот конфликт на каком-то таком более-менее приемлемом уровне, не давая Украине проиграть, но и не давая ей быстро победить. Ну, давайте на секунду представим, что половина от той техники, которую ВСУ получили к началу летнего наступления, соответственно, к июню 23-го года, была бы у ВСУ, например, осенью 22-го, когда они пошли в наступление в Харьковскую область. Ну, я так думаю. Я не военный человек, но я предполагаю, что они бы вышли, как минимум, к границе 91-го года. Ну, на определенных участках, но там конфигурация фронта, то есть они обвалили бы весь северный фаз фронта, и мы смогли бы прорваться куда-нибудь, к Луганску, да, это совершенно поменяло бы абсолютно всю конфигурацию фронта. Вот. Там они достигли впечатляющих тогда успехов, спору нет, но в какой-то момент просто вот силы кончились, потому что, ну, невозможно воевать бесконечно, невозможно наступать, фронт уплотнился в какой-то момент, россияне там перестали бежать, остановились, упёрлись, и вот наступление остановилось на тех рубежах, где сейчас примерно происходят бои, да, на северной части фронта. Поэтому оружие дают вот ровно столько, чтобы не проиграли, ну и чтобы не выиграли. У Европы особо много оружия нет, кстати, то есть есть там различные образцы, всякие там те же вот условно Storm Shadow или Skull, но их недостаточно, потому что сейчас критически важную роль имеют артиллерия там и бронетехника, а не высокоточные ракеты, это всё тоже хорошо и важно. А у американцев, у которых как раз оружие-то есть, в гигантских абсолютно количествах, у них там свои как бы дела, свои разборки, выборы там и так далее, и Украина стала в этих выборах такой вот, ну что ли, разменной монетой. Это печальная история очень, но с этим ничего не поделаешь. Если нет своего оружия, значит где-то его надо брать, а если тебе его не дают, то взять его решительно нет, вот буквально. Израиль плюс-минус стать в такой же ситуации находится, наша зависимость от американцев по некоторым параметрам имеет абсолютно такое критическое значение. То есть если американцы завтра по какой-то причине прекратят нам поставки вооружений, то мы по уши в дерьме тогда, потому что мы продолжать войну буквально не сможем. Понятно. Сергей, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения военного аналитика, одного из наиболее авторитетных военных аналитиков Израиля, Сергея Ауслендера. Я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Сергея Ауслендера, ссылка будет дана в описании. И до встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.